Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком». Вопрос 2139. О католиках мы знаем, что они поклонялись папам и не знали Слово Божие, и устроили святую инквизицию, унесшую жизнь 12 миллионов человек. Миновала ли участь эта русскую православную церковь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Христос предупредил, что кто не будет ему веровать и не будет жить в Духе Святом, участь их будет дьяволом, который имеет в себе все отрицательные качества, какие накопило человечество от него за семь с половиной тысяч лет. Но самые характерные признаки дьявола – это ложь и убийство. В это же он втягивает абсолютно всех своих последователей, кто и где бы ни отступали от Библии, они тут же скатываются в ноги сатаны. Рисуем мы его с раздвоенными копытами козла, хотя у него и своя жвачка. Евангелие от Иоанна 16.2 «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Филиппийцам 3.18 «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова». 1 Тимофею 5.15 «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». 1 Коринфяна 15.34 «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Ростислав. 14 марта. Вся русская иерархия оказалась под запретом. Климент запретил одну группировку, а Константин – другую. Кирилл Туровский. 28 апреля. Одобрил казнь епископа Феодора «белого клубочка» в 1169 году, «Которого казнили, отрезав уши, нос, лишили глаз и тому подобное». 2 марта. Арсений Суздальский. Подобны же дела.